БТСВ 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 Наверное, все-таки соглашусь. Давайте попробуем одеть. А это, получается, камуфляж у меня такой, что ли, был? Да. А, вот в чем беда, понимаете? Дело в том, что я попал на карту, на которой, под которую, точнее, у меня не было камуфляжа, поэтому он не засветился. Ну что, ребят, давайте попробуем еще раз заехать в бой. Посмотрим, что будет в этом бою. Может быть, БТСВ как-то начал играться совсем по-другому. Может, все-таки катки фановые будут. И теперь я, наверное, вернусь на третий уровень уже не на чем-то другом, а именно на этом танчике. Бог его знает. Ну что, давай быстрее бросай нас в бой, и мы заценим бедного комара, которого сейчас, скорее всего, разбирать будут. Мне дело в том, что не сильно нравится товарищ 14ТП в вражеской команде, и особо не нравится Д2. Вот с Д2 конкретно я не хотел бы сталкиваться, потому что у БТСВ не настолько хорошее пробитие для того, чтобы податься с этим товарищем. Ну что, поехали. Подвижность у машины, в принципе, вполне нормальная. Для третьего уровня, да, пускай ты не летаешь, некоторые ребята ездят побыстрее. Но мне, честно говоря, подвижности машины всегда хватало. Углы склонения орудия просто шикарные, смешно сказать, но в целом играть можно. И играть порой очень даже бодро. Единственное, что ваши углы склонения, это не более чем облегчение прицеливания на каких-то горках и ухабах. Потому что отыгрывать от башни, там, пытаясь отыгрывать типа от брони, ну, это дурное занятие, ничего у вас не получится, ребят. Так, точность орудия, как вы видите, действительно очень классная и даже на вот таких расстояниях отыгрывается бодро. Вау, мне повезло, меня не пробили, я не знаю, как так получилось. Попаду, не попаду? Попаду. Продолжаем разбирать врагов. КД действительно достаточно для этого. Главное, на этой машине никогда не лезть на передовую. Потому что, если вы туда попрётесь, то, соответственно, вам быстро сплетут лапти и отправят вас в ангар. Так. За ЧХ нет времени у меня гоняться. А вот ПЗ-35Т, лакомый кусочек. Сейчас попробую сюда подъехать. Спрячусь за циркушкой. Ай-яй-яй, загуслил. Ну, как профессионально, случайно, но профессионально. Поехали дальше. Вот, осталось четверо соперников. Пока, вроде бы, мы преобладаем. Вот этот Д2, с которым я абсолютно не хотел сталкиваться. И до сих пор у меня такого желания нет. Парень спит или что он делает? А, он кого-то выцеливает на горе. Ну, тогда это абсолютно великолепный повод для того, чтобы понакидывать в товарища. Жаль, нет ускорения времени перезарядки на третьем уровне. С ним было бы чутка повеселее. Наглею, совсем наглею, ребят. Но что делать? Так, поехали дальше. Я думаю, что у нас есть все шансы попадаться с товарищем ЧХ. Ну, просто потому что мы плюс-минус с ним равны. Единственное, что у меня запас прочности больше. Соответственно, у меня шансов больше. Ну, плюс меня команда поддержала. Не обращай на меня, пожалуйста, внимания. Дай в тебя побросать. Отходим. Ну, я думаю, что, наверное, имеет смысл поехать как-нибудь в объезд, потому что в лоб стоять перестреливаться с двумя соперниками одновременно, это крайне глупая затея. Запаса прочности у меня не так уж и много. И понятное дело, что двое соперников меня гораздо быстрее разберут, чем один. Класс. Ремкаемся. Ну, и как видите, Д2, он сразу начинает меня преследовать. Я так понимаю, что в данном бою у нас будет однозначный слив. Отваливаем. Но это меня не сильно спасает. Боюсь, ребят, что в данном бою у нас ждет поражение. Да, ничего удивительного. Д2, которого я боялся, он, в принципе, здесь и зарешал. Как вы видите, душа данной машинки пробивается очень легко. Он картонный со всех сторон. Да, были какие-то рандомные рикошеты, но это абсолютно не значит, что вы можете отыгрывать бодро от брони. Целая тысяча нанесенного урона, сделанный один фраг. Что касается результатов по фарму, то с учетом того, что мы проиграли, мы получаем с вами 19 тысяч серебром. Но это учитывая то, что мы заняли аж первое место в команде по урону. И стоит обратить внимание, что нам за это даже дали знак классности третьей степени. Поэтому, ребят, если у вас есть боевые задачи на выполнение, которых необходимо делать в степени, данная машина вам однозначно поможет. Допустим, я третий уровень очень часто использую, проходя батл пассы. Там, где есть боевая задача, недельная, как раз на то, чтобы делать какие-то уровни второй, третий знак классности. Ну, короче говоря, очень сильно помогает. Вот такая вот результативность у БТСВ получилась в данном бою. И заметьте, моя результативность оказалась даже лучше, чем у любого из соперников. Но сразу скажу, не верьте в то, что данная машина может от боя к бою вот так играться. Бывают вот такие фановые веселые катки, но далеко не закономерность. Покупать или не покупать, дело за варе. Мое дело показать БТСВ таким, какой он есть на самом деле. Нравятся честные обзоры? Подписывайтесь на канал и возвращайтесь на него. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.